Добрый вечер! Сейчас к нам присоединился еще канал «Россия-24». И завершающую часть марафона проведет со мной корреспондент телеканала «Россия-24» Евгений Подубный. А в гостях у нас в студии председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимир Константинов. Здравствуйте, Владимир Андреевич! Добрый вечер! Добрый вечер! Собственно, если позволите, первый вопрос. Давайте начнем с самого актуального и, пожалуй, с того, что интересуют жители как полуострова, так и тех людей, которые смотрят нас в России. И зрители телеканала «Россия-24». Вот сегодня стало известно, что Киев заморозил ваши счета. Киев прервал железнодорожное сообщение. Но с поездами еще понятно. А вот как полуостров может существовать сейчас без возможности выплачивать деньги? Или такая возможность есть? Каким образом строится эта работа? Вы знаете, у меня немного даже сарказм вызывает все их действия. То есть они вообще, очевидно, что они с нами вообще не собирались никаким образом устраивать диалог. Это же очевидно. Ни по одному направлению у нас никогда не было конструктивного с ними диалога. А причина очень простая, они просто не умеют это делать. То есть их природа совершенно другая. Природа у них агрессивная. Мы это очень рано увидели. И поэтому мы готовы были к самому плохому развитию событий. Мы начали формировать отряды самообороны только потому, что понимали. Вот наступит момент, когда они нас начнут атаковать. И вопрос только времени. И мы вовремя сформировали, вовремя оказались готовы к этому испытанию. А все остальные действия, ну разве нормальный бы человек делал со своими людьми, которые еще являются своими гражданами на эту минуту, так поступать. Прерывать им выплату пенсии, заработных плат, то, что людей волнует. И то, что они заработали. Они же не просят, что дайте нам то, что мы у вас хотим взять. Вы вообще-то нам это должны отдать. Людям, гражданам, то, что люди заработают, вы, пожалуйста, отдайте. Это же их заработано. Это же не моя заработа, она и не ваша зарплата. Это зарплата людей. А пенсионеры всю жизнь отдали этой стране многие. И вот они такими действиями своими, так как они приходили к власти, они так и действуют в своей жизни. Это их природа. И ничего не изменится у них. И нет иллюзий. Мы абсолютно можем констатировать сегодня, что к большому нашему сожалению страна, та, в которой мы жили, которую любили, за которую боролись, ее на сегодняшний день не существует. Есть совершенно другое образование, которое вообще непонятное, с непонятной логикой, непонятными командирами и так далее. Но, отвечая на ваши вопросы, я все-таки хочу сказать, что мы готовились и к этому варианту. Мы полностью готовы выплачивать деньги, средства. Деньги у нас есть. Уже деньги зачислены на счета. И мы будем готовы выплачивать по альтернативной схеме. Мы ее отрабатывали с прошлой недели. Хотя многие наши коллеги говорили, ну зачем это делать? Да все будет работать. Ну неужели они до такого дойдут? И мы знали, что они дадут до такого. Поэтому у нас на этот счет все в сегодняшний день готово. Деньги зачисляются. Поэтому мы в этом плане готовы. Крымчане также беспокоят, беспокоят крымчан и другое. Могут сейчас отключить свет, перекрыть северокрымские каналы и так далее. Как в этом случае? Послушайте, значит мы будем действовать адекватным образом. Если никаких оснований отключать свет, нет. Так у них и социальные выплаты прекращать не было оснований. Да. И технической возможности сегодня выключить ее нет. Если не произойдут какие-то безумные вещи, мы будем этому противостоять. Во всяком случае, от Крымэнерго мы имеем полную гарантию, что ничего такого делаться не будет. Внутренние сети у нас под контролем. Если кто-то это попытается сделать, то значит мы этот порядок очень быстро восстановим. Но я абсолютно уверен, что на эту минуту ничего нет. Отключить генерирующие мощности, ну теоретически возможно, но это надо тогда, я не знаю, быть откровенно сумасшедшим, потому что тогда начнется повреждение у них, у самих, на территории сопредельной с нами. И что они будут тогда с этими делать, потому что придется отключать полстраны. То есть это, ну, такие глупые вещи, которые, это самое, я надеюсь, что до этого не дойдет. Северокрымский канал в воду уж никуда девать, то есть она зальет их самих, то есть для чего. Поэтому я надеюсь, что этого не будет, но запаса воды у нас достаточно, это уже просчитанный вариант. У нас может быть дефицит небольшой поливной воды, если такая ситуация возникнет. Но представьте себе ситуацию, у вас это есть, вы это можете продать, но вы это не продаете, потому что вот я не хочу это продать. Мы готовы платить, мы платим, очень высокие деньги платим, кстати говоря, за эту воду. Она же не дешевая у нас днепровская вода. И не бесплатная. Она не бесплатная, намного дороже крымская. Политические мотивы часто заставляют делать, что-то нелогичное. Мы будем готовы ответить адекватно. Сегодня также, точнее вчера накануне, накануне вечера начали поступать сообщения о том, что в Киеве было принято решение провести масштабные военные учения. Достаточно редкое явление для Украины. И, собственно говоря, как сообщали и журналисты, и наблюдатели, вот в социальной сети пестрели этими картинками колонны, бронетехники выдвигаются в сторону различных полигонов на территории Украины, в частности в Херсонскую область. Как вы считаете, это попытка поиграть мускулами, надавить на вас, или это действительно какая-то подготовка к силовому сценарию? Во-первых, мы доказали, что сила воли у нас есть, дух есть, крымчане готовы противостоять любым попыткам агрессии, но об агрессии речи нет, провокациям, любым провокациям. Ну техника, во-первых, если мы говорим об украинской армии, то очень важно, чтобы она вообще куда-то доехала. Это нужно иметь в виду, что это очень серьезная проблема, это совершенно не юмор, это реальное состояние дела. Это не мои слова, я повторяю слова, так сказать, народных депутатов. Поэтому я всерьез это все не воспринимаю, потому что это, так сказать... А вообще, вот, во мне кажется, тут налицо такая очевидная неадекватность власти. Вот что им сейчас делать в стране? У них что, вот это сейчас самая главная проблема – мобилизовать армию. Посмотрите, что происходит с выплатами на саму территорию Украины, посмотрите, что происходит с финансовой системой. Надвигается невероятный коллапс. Что делать с гривной? Займов реальных нет, денег реальности никаких нет. Международный валютный фонд делает то, что мы предупреждали. Снижайте социальные выплаты и увеличивайте тарифы. Ну и представьте, это население, которое и так живет большая часть, это минимум более 80% за чертой бедности, получает там, теперь уже даже не знаю сколько это, 150 евро среднемесячная зарплата, теперь нужно это все повысить, так сказать, оплаты за жилищно-коммунальные тарифы и уменьшить все социальные выплаты. Ну это взрыв социальный такой, который я не представляю. Конечно, какой-то период времени, может быть, и можно силой держать, но у людей уже там закипает. Сегодня мне звонили киевляне, я это уже говорил вам. Они просто в трубку кричат, вы молодцы, вы прорываетесь, мы заложники, у нас нет такой возможности. Поэтому еще встанет вопрос нам освобождения наших братьев, украинцев от этого ига. Но вот если говорить все-таки о контактах, о попытках договориться, сами пытались договориться новые киевские власти, вам что-то предлагали, сами вообще вели переговоры, и как они были выстроены? Мы в Крыму очень рано поняли природу этой всей компании. И отсюда, когда ты знаешь природу, ты сразу понимаешь параметры возможных переговоров. Природа у них такова, что политиков используют силовые формирования. Это совершенно кардинальное отличие, и новое в украинской политике, чего раньше не было. Все политики, которые предлагают с нами встретиться, со мной лично, они уважаемые люди, были до тех пор мной. Но сегодня я понимаю, что они никого не представляют. Они не обладают всей той полнотой компетенции, которую должны обладать до переговоров. И о чем с ними разговаривать? Если мы в телефонных разговорах говорим одно, они делают другое. Я весь этот путь прошел переговорный. Мы начинаем разговаривать, они присылают Альфу сюда самолет, то есть параллельно. Мы начинаем разговаривать, они начинают менять руководителей силовых ведомств. И все действия, вы знаете о распуске Верховного Совета, это при том, что многие начали, так сказать, говорить, с другой стороны идет запугивание. Мы с тобой то сделаем, мы с твоей семьей то сделаем. То есть вас пугают постоянно? Да, постоянно присылают человека, который мне по секрету говорит, так сказать, если ты уедешь, там, в течение пяти дней, то все будет в порядке, там, типа, про тебя забудут. Вы знаете, ну, сумасшедшие люди, вообще не понимают, что происходит. Вообще не понимают, с кем они разговаривают, куда они приехали с таким предложением. Просто вот неадекватность очевидная. Поэтому попытки были привлекать уважаемых людей, которых я лично уважаю. Но ситуация-то, я же понимаю, что, ну, что с ними разговаривать, если они ничего не решают. Они себя-то защитить не могут. Лично себя. Те, кто переговаривает, они с автоматчиками едут на работу. Понимаете? То есть они сами об этом говорят, да, ситуация тяжелая, кем мы берем взвод и пытаемся добраться до работы. Владимир Андреевич, то, что произошло и происходит, прежде всего, принятое решение Верховной Рады и Верховным Советом Автономной Республики Крым, это большая ответственность. И, наверное, и лично ваша тоже. Вот не было ли страшно брать эту ответственность? Ответственность за людей, за республику, за судьбы многих народов? Очень важно в этой ответственности, когда вы хороший вопрос задали, ответственность, она не должна быть ни в коем случае личностной. То есть она должна быть, безусловно. Но ты никогда не должен принимать решение, которое ты считаешь, что ты так должен сделать. Ты должен точно понимать, на что ты опираешься. Вот это чувство меня никогда не покидало. Я точно знал всегда во все наши решения президента. С самого начала, что... И на что вы опираетесь? Сейчас мы опираемся на точно воле заявления крымчан. Мы проводили, я уже об этом тоже говорил, многократные встречи. И вот люди, вот просто женщина встала мне и сказала о том, что... Когда мы начали обсуждать, я начал ей рассказывать, что такое будет автономная республика Крым с расширенными полномочиями, составом Украины. Она говорит, что это фигня-то все полная. Никакого полномочий у вас не будет. Вас на следующий день все это заберут. И вот я стоял перед несколькими разами, и вот эта мысль, которая... Она у меня где-то витала, но я все-таки думаю, была такая романтизм, что вот мы пройдем в референдум. Но он же у нас был. Был же референдум. Его никто не отменял. Если вы хотите Киев, да, вот как они могли бы сделать? И обезоружить нас. Без автоматов, без ничего сказать. Все, мы объявляем действия Конституции 92-го года. Действительно. У вас всех полномочия. Выбирайте, избирайте. Что бы мы тогда делали? Наверное, нам было бы сложно, что-то сказать. Нам приходило бы собирать крымчан и говорить, люди, вот такие вот есть предлеты. Что делаем? Поэтому референдум по расширению полномочий опять очередной. А если сейчас Киев предложит вот этот вариант? А людьми это тревожит что? Их сегодня уже не столько полномочия волнует, как таковые, экономические. Они это не все до конца понимают, как мы можем им пользоваться. Но они точно понимают страх, который надвинул. Они увидели нашу решимость их защитить. И теперь понимаешь, вот конвертировать эту решимость в этой автономии вообще невозможно. Рано или поздно поменяют здесь силовиков, рано или поздно найдут слабое место в нашей обороне, и нас всех кончат. Вопрос только времени. Кончат морально, так сказать, политически. И физически в том числе. А вы можете вообще хоть на минуту представить, что референдум, итоги которого, в принципе, для вас, вы об этом уже говорили, очевидны, что он пройдет не так, как предполагают социологи, что люди могут проголосовать и за второй вопрос. Или это невозможно? Да не, ну это исключено. Понимаете, ну мы же реальные политики. Мы проводили многократные исследования. Я скажу простой пример. Например, была одна страна еще. Люди к Украине относились достаточно с большим уважением как к стране, потому что были законы, был президент, за которого проголосовали крымчане. Ну, как-то какие-то параметры страны существовали, когда встал вопрос об ассоциации, подписании соглашения об ассоциации с ЕС. И президент наш, за которого мы голосовали, говорит, давайте туда идти, так сказать. И когда мы проводили исследование, за 75% было против. То есть они были за таможенный союз. Понимаете? То есть 75% поддерживали таможенный союз? Таможенный союз. Даже тогда, когда об этом говорили лидеры партии регионов, они говорили, мы скрипели зубами, мы молчали, потому что мы... Потому что на выборы они шли с другими лозунгами. Да, с другими лозунгами все это было, так сказать, я в душе был убежден, я это многократно высказывал, это публично, о том, что ничего не получится. Я не знал, механизма не получится. Я же не какой-то правитель. Я точно знал, что это неприродное дело. А неприродное, оно заканчивается очень быстро. Неприродное это дело совершенно. Это неприродный, неславянский, это союз, и он ничем хорошим. Никогда в истории этого не было, и сейчас его не будет. А те люди, которые делают, они знают точно, что они не дойдут до этого. Поэтому... Если все-таки предположить, что Киев сделает некое предложение, от которого нельзя отказаться, допускаете ли вы вообще такую возможность? Повернете ли вы все обратно, или уже нет? Да нет, во-первых, что такое я один, во-первых, это выбор всех людей, а во-вторых, Киева нет. Верховную Раду. Киев, который мы знали, он умер, нового нет, и он не появится в ближайшее время. Я вообще не представляю, когда он появится. Я не думаю, что кто-то вообще из здравых политиков может сегодня сказать о том, когда это вообще может появиться. Понимаете, нужно легитимизировать власть. Сегодня спикер совмещает обязанности президента, так сказать, сверхледействующего, действующий жив, здоровый, и нам всего желает, так сказать, периодически обращается к нации. Поэтому, очень-очень серьезная проблема, поэтому никаких предложений дать не могут. А если бы дали, то возникает вопрос, а вера где? А как доверие восстановить? Понимаете, посеяны очень серьезные семена ненависти. Они убили наших людей, крымчан. Что с этим делать? Понимаете, что все, они сейчас, наверное, многое готовы, так сказать, сделать на бумаге. Но только мы расслабимся, но только мы расслабимся, и мы получим то, что мы получим. Поэтому уже не провести нас. До референдума осталась неделя. Насколько Крым готов к нему? Мы идем очень большими темпами. Это вообще, кстати, очень хороший опыт. Когда люди мобилизованы, надо вот эти вот все предвыборные нам кампании в дальнейшем поменьше растягивать, чтобы поменьше отвлекать людей от работы. Мы за неделю все сделаем. Мы делаем то, что раньше у нас уходили месяца. Бесконечные совещания, орг-вопросы, орг-комитеты и так далее, и так далее. Мы тонули в этой бюрократии. Сейчас мы делаем очень быстро, организованно, и все идет. Сколько референдум будет стоить крымчанам и откуда деньги? СМИ-то сейчас согласовывается. Деньги будут забиты в бюджет Автономной Республики Крым. Эта смета будет вынесена на ближайшее заседание парламента и будет профинансировано в соответствии с законодательством. Смотрите, у вас задача сделать не просто референдум, а не просто организовать его быстро. У вас задача стоит сделать таким образом, чтобы не было поводов не признавать его легитимность. И ведь это действительно так. Вот здесь должен он пройти без сбоев и без тех вещей, которые могли бы помешать признанию. Такие задачи мы ставим. Я скажу вам, так сказать, открою небольшую тайну. Мы буквально сегодня завершили еще одни исследования, которые уже показывают вероятность выбора за 80%. За 80%. То есть урожай у нас уже есть. Он никуда не денется этот процент за эти 4-5 дней. Одна проблема собрать этот урожай организационный. И здесь вопрос не в том, что мы соберем, чтобы была чистота. Знаете, я работал большое количество времени, когда был еще в школе, собирали в колхозах помидоры, яблоки, ну, тогда всех привлекали. Мне всегда поражал момент, когда ты собираешь помидоры с таким тяжелым, тяжелым был труд, даже пионеры это делали, все зарабатывали, деньги, кстати, какие-то. И грузят на машину, ящик открывается, одна досточка плохо прибита, открывается, тут засыпятся эти помидоры, так сказать. То есть урожай было, довезти его, сохранить, пока привезут, там кто-то украдет что-то. Всегда это было слабое место. Вот сохранить этот результат, сохранить этот урожай, сегодня главная задача, которую мы ставим на места всем участникам этого процесса. Сегодня все люди достаточно мотивированы. Не мы их мотивировали, их мотивировали организаторы вот этого военного переворота. Они очень, настолько запугали людей, что люди не поверят теперь ни одному слову. Я хочу сказать такую деталь, это для меня тоже удивительно, когда они пытались приехать сюда на переговоры, я их приду, приезжал по телефону, пожалуйста, не приезжайте, потому что люди настолько воспаленные, но я же чувствую ситуацию в народе, что просто она, ситуация плохо контролируемая. То есть это же не то, что там у нас пришел по приказу на тебя кто-то, их ненавидят люди, реально ненавидят. Поэтому вот это мотивирующие, так сказать. Ну вот опять в технологиях. Хорошо, пройдет референдум и предположим, что он пройдет с результатом, Крым должен присоединиться к России. Вот технологически, каким образом будет происходить это присоединение? Это же достаточно сложный процесс, сложный процесс совмещения стандартов, сложный процесс обмена документов. Но более того, даже сейчас появляются листовки на территории полуострова, нам собственно об этом рассказывали, где людей пугают тем, что, например, они потеряют право собственности, где они могут потерять какие-то льготы. Вот процесс слияния, он пройдет вообще безболезненно или безболезненно его провести невозможно? Нет, он пройдет, во-первых, назовем так, с минимальными потерями. Почему? Потому что мы, во-первых, присоединяемся к, скажу такое слово, высокоразвитой стране, высокоорганизованной стране. Это не развал Советского Союза, когда нас после референдума 92-го года начала забирать Украина, которая сама была слаба, Россия, на которую мы надеялись по результатам референдума, что как раз люди голосовали-то за это, за союзный договор, понимают, что нас возьмут под крыло наши братья-россияни, но на тот период руководство было достаточно слабым, страна была объективно слабая, и тот период крымчане пережили. Это был очень сложный период, это был, так сказать, период смены эпохи, ментальности. Сейчас же ментальность не меняется, то есть рыночные отношения были, они есть, остаются, люди легко переходят. Тогда была сложность, что люди от советской действительности переходили в реальную рыночную экономику, не понимая вообще, что это такое. Сейчас таких катаклизмов нет. Мы присоединяем одну систему к другой, сегодня уже работают группы специалистов, и первая проблема, которая будет стоять, это бюджетная сфера. Мы должны здесь провести максимальную организованность, и этот процесс делать буквально неделя-две. Мы это делаем, люди начинают получать заработную плату в рублях, весь рынок переходит на рубли, так сказать, какой-то период гривны, еще работают у кого-нибудь сбережения, у бабушек, у дедушек, которые верили в это денежные единицы, мы даем им полностью возможность, так сказать, поменять эти деньги, этот процесс тоже будет организован. Все, вот, это первая часть, и на мой взгляд, одна из наиболее серьезных частей. Здесь же у вас будет много работы, у законодателей, вам придется приводить в соответствие местные законодательства. Знали на что, наверное. Рассуждая об автономной республике, нельзя не упомянуть крымско-татарский фактор. И вот сейчас, в частности, Крым обсуждает возможность того, что крымские татары будут, хотя бы игнорируют для начала референдум. Да, начнем с того, что крымские татары это уже часть крымского сообщества. И как бы кому не хотелось их использовать как национальный фактор, это все-таки, это люди уже достаточно интегрированные и воспринимают ситуацию как крымчане, а не как разделение по национальному. Все это первое. Второе, с руководством Меджилиса сейчас идут активные переговоры, и я надеюсь, что мы выйдем на какой-то компромиссный вариант, потому что жизнь продолжается, они понимают, что ситуацию они не поменяют, на результат выборов их результат кардинально не влияют. Но нам очень важно и политически, и психологически, чтобы это было решение все-таки всей части нашего многонационального общества. Очень важно для нас, чтобы все, так сказать, мы общаемся с простыми людьми. Они нам подтверждают в очень больших, да, на нашу горячую линию звонят и говорят, мы поддержим, мы с вами, мы не знаем, кто там за нашей спиной договаривается, о чем договаривается, и так далее. Поэтому, я думаю, здесь будет найден компромисс. Важно, что мы искренне хотим сделать, а искренне хотим сделать, мы хотим решить их проблемы, и такая возможность появилась. Мы это и раньше хотели, но у нас возможности никогда не были. И нас всегда обвиняли как бы в том, что мы не хотим это реально сделать, что мы не делаем не потому, что у нас нет возможности, что мы это не хотим делать. Мы сейчас говорим, мы и хотим делать и возможности решить проблемы. Если проблемы есть, мы много об этом говорили, они реальные, серьезные проблемы, нужно решать проблемы как можно скорее. В первую очередь, с обустройством их поселков, которые находятся в ужасающем положении. Это и вода, и проблемы света, дорог, и много чего другого. Вот такой вопрос, скорее эмоциональный. Вас часто обвиняют в том, что некий план такого перехода к России был готов. А я прекрасно помню, мы оказались единственной съемочной группой на вашем историческом заседании, где вы приняли решение о проведении референдума. Лично я не видел у вас уверенности во всем депутатском корпусе. Скорее, некой взволнованной ситуации. Скажите, вы предполагали, что так будут разворачиваться события? Вы предполагали, что пройдет буквально несколько дней, и повестка дня изменится полностью? С вопроса о том, что Крыму нужны более широкие автономные полномочия до ситуации, когда полуостров становится частью России. Ну, никакого плана не было. К счастью или к сожалению, не знаю. Мы плыли в определенной части по стихии. Пример, вы смотрите, пассивная ситуация России по отношению к самому кризису. То есть, как бы Россия демонстративно говорила, мы не мешаемся, мы не мешаемся. И, безусловно, это было, это сказать, факт. Мы это понимали, ну, и уважали этот выбор, понимая, значит, за этим стоят какие-то сложные, сложные какие-то понятия, которые нам неизвестны. И мы действовали, как крымский парламент, который отражает интересы, в первую очередь, крымчан. И мы шли со своими избирателями и с депутатами с первого дня. Поэтому то сомнение, которое вы сказали, и у меня его, на самом деле, никогда не было. Я знал, что я контролирую всегда большинство парламентов. И контролирую не потому, что они мне подчинены, потому что я их очень хорошо знаю, и всегда все решения с ними обсуждаю. И мы очень много дискутируем на эти религии. И если я вижу, что вопрос сложный, или вопрос, я никогда о нем говорить не буду. И мы шли постепенно, шаг за шагом к принятию решения. И когда мы даже объявляли референдум, у нас было понимание того, вернее, еще надежда, даже не понимание, уже тогда у нас были сомнения, но все-таки была надежда того, что все-таки расширенные полномочия нам удастся удержать, что нам удастся с кем-то из властей в Киеве договориться о том, что эти полномочия, вот мы добьемся этого, и они согласятся, но не скажут, ладно, все, вот этот компромисс, который, да, мы пришли к власти силовым путем, незаконным путем, мы преступники, но за то, что мы преступники, а вы с нами общаетесь, мы даем за это вам вот такие, так сказать, полномочия. Но и потом, когда поняли, это тоже произошло, мы начали дискуссии, шли до ночи у нас депутаты, мы просто поняли, что на нас надвигается проблема нашего физического и морального уничтожения, как это пошло по Украине с руководителями депутатским корпусом, с нашими депутатами, мы поняли, что все, что можно говорить с ними о чем угодно, но они будут делать свое дело, пока у них, их окружают вооруженные люди, они действуют совершенно автономно, вне зависимости от того, что говорят политики на трибуне. И просто вот стали общаться и поняли, что вот если мы не пойдем дальше, то все, мы проиграем. А такой мысль, что Россия может не согласиться принять к себе, ну, теоретически не возникало? Возникало, вот предыдущая моя поездка, а в предыдущей, я общался, на что я принимал тогда, и мы были в Госдуме депутатами, они все нам были, так сказать, солидарны, но до конца не понимали этой формулы, какую мы выберем вообще, чего мы хотим. И мы всегда говорили, что мы, два тезиса мы тогда говорили, в принципе, достаточно долго, и у нас здесь не было никаких откровений. Мы же говорили о том, что мы не признаем власть взятую незаконно, да? Если вы поднимете наше решение президентами, то вы найдете еще конец прошлого года. То есть это был наш тезис, в котором мы были убеждены. И мы предлагали решение выхода из кризиса в Украине, достаточно оригинальное, оно, если бы кто-то его вообще мог слышать, то мы предлагали, давайте переведем сейчас дух, и успокоим нацию. Вопрос стоит о существовании страны. Но неужели такое понятие, как страна, никому не дорого? Давайте вы убираете всех вооруженных людей из этого. Мы собираем общеукраинский форум народный. Не будет политиков, которые ненавидят друг друга так, что уже готовы съесть живьем. Не будет никого из тех лиц, которые всем осточертели. А будут совершенно новые лица, которые общественные деятельности, депутаты областных советов, те, которые приземленные, по земле ходят, которые не на чартерах летают и живут за границей, и используют народ только в целях каких-то многомиллиардных доходов. А те, кто живет за зарплату или за какой-то свой бизнес, который он своим горбом создал, и пообщаемся с ними, и попробуем найти контуры взаимопонимания, в какой стране мы вообще хотим теперь жить. После того, как мы найдем, давайте проведем референдум. Проведем по новой конституции. Проведем референдум, люди успокоятся. И это будет таким актом примирения. И после этого все политические действия, такие как выборы досрочные и так далее. Вот этот такой путь, он не такой простой бы был. Но когда мы провели в Ливаде, мы обнаружили, что западные коллеги, сколько мы в телефонах их не уговаривали, приедьте поучаствовать. Они начали это дело саботировать. Киев вообще не проявил к этому интересу, ни оппозиция, нет. Это было интересно. И эта тема начала умирать. Поэтому в этом смысле мы действовали достаточно логично и последовательно. Спасибо большое, Владимир Андреевич, за то, что вы выбрали время и пришли к нам в студию. Спасибо большое еще раз, Владимир Андреевич. До свидания. Оставайтесь с нами. Спасибо.